Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать вот таких вот красивых бабочек, которые не просто такие вот как аппликации, а объемные. То есть их можно использовать в качестве украшения для шапочек, панамочек детских, летних. Можете использовать также в качестве украшения кофточек, платьиц. В общем, в принципе, где подскажет вам ваша фантазия. Сегодня я вам хочу показать именно разноцветный поэтапно, поэтому мне понадобится 4 вида пряжи. Я взяла розовый, сиреневый, белый и коричневый. Вы можете вязать двумя цветами, однотонно, либо точно так же разноцветную, как и я. Поэтому вам понадобится столько цветов, сколько вы посчитаете нужным. Сколько и скольки будет состоять ваша бабочка. Также нам понадобится крючок под эту пряжу. Так как я брала остатки бэби була тонкой пряжи, то мне понадобится крючок двоечка. Ножнички для обрезания кончиков и иголочка для пришивания туловища нашей бабочки. В общем, итак, начинаем. Я начну с розового цвета. Делаю кольцо амигуруми и в него закрепляю и делаю 2 воздушные петельки подъема. 1, 2. Теперь делаю накид и в кольцо делаю столбик с одним накидом. Теперь у нас получаются петельки подъема и столбик с накидом. 2 столбика с накидом как бы получается провязан. Теперь делаем 2 воздушные петельки. Снова накид и 2 столбика с одним накидом. Накид, второй столбик. Снова 2 воздушные петельки и повторяем. 2 столбика с одним накидом. 1 столбик, накид и сюда же второй столбик. Теперь снова 2 воздушные петельки, накид и в кольцо снова 2 столбика с одним накидом. Таких по 2 столбика и 2 воздушные петельки нам нужно сделать 8 раз. Итак, столбик с накидом, накид и снова столбик провязываем. Мы получается сделали столбик, петли подъема, столбик с накидом, затем 2 воздушные петли 1 раз, затем 2 столбика с накидом 2 петельки 2 раз, 2 столбика с накидом 2 петельки 3 раз, 2 столбика 2 петельки 4 раз. Это мы делаем 5 раз, 2 воздушные петельки и снова 2 столбика с одним накидом, 1 столбик и сюда второй столбик, 2 воздушные петельки. Это получается 6 раз, накид, 2 столбика, 2 воздушные петельки это 7 раз, накид, 2 столбика, 1 столбик. Если у вас не хватает места, как у меня, затяните немножечко колечко и 2 воздушные петельки. Итак, давайте еще раз пересчитаем 1 раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Все, сделали 8 под 2 столбика и 2 воздушные петельки, теперь можем затянуть наше колечко. Придерживаете петельку и аккуратненько затягиваете наше колечко амегуру. Вот мы затянули и у нас в конце получается 2 воздушные петельки. Нам нужно сделать соединительный столбик вот здесь вот в нашей петелечке подъема. Делаем соединительный столбик и продолжаем вязать второй ряд. Для того, чтобы нам красиво сейчас перейти, так сказать, нам нужно будет вот эти арочки, где 2 воздушные петельки. Вам как бы засветляет, я сейчас попытаюсь поближе показать. Вот у нас между столбиками 2 воздушные петельки. И так 8 раз. Чтобы к ним подобраться, нужно сделать соединительный столбик. Петелечку в арочку вот эту. Теперь мы продолжаем. Делаем 2 воздушные петельки. И сюда же, в нашу арочку, делаем еще 2 столбика с одним накидом. 1 столбик и 2. Петельки подъема у нас равны 1 столбику с накидом. Поэтому у нас уже получается 3 столбика с накидом в этой арочке. Делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Делаем накид. И сюда же, в эту арочку, еще 3 столбика с одним накидом. То есть, запомните принцип. Самое главное, в первом ряду, так сказать, в кольцо амигуруми, мы с вами делали 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петельки, то во втором ряду мы с вами делаем 3 столбика с накидом, 3 воздушные петельки, 3 столбика с накидом. Теперь, между, вот здесь вот следующей арочке, между двумя столбиками с накидом, одним и вторым, тоже арочка. Сразу же, без всяких столбиков соединительных, и это, и столбиков с накидом, сразу сделаем накид, и в эту же арочку, вот-вот, где я с вами держу вот пальчик, следующую, как бы, делаю 3 столбика с одним накидом. 1, 2, и сюда же, 3. Снова 3 воздушные петельки. 1, 2, 3, накид. И сюда же делаю снова 3 столбика с одним накидом. То есть, в каждую арочку нам нужно будет сделать по 3 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом. Это делаем в каждую. То есть, без разделительных, так сказать, столбиков, мы сразу же провязываем по 3 столбика в каждую арочку, по 3 воздушные петельки, и снова 3 столбика. Почему я так вот, как бы, спешу, тороплюсь вам, показываю, потому что, в принципе, здесь ничего сложного, я думаю, нет. Мы сначала в кольцо амигуруми набирали 2 столбика с накидом, 2 воздушные петельки, в третьем, и, получается, во втором ряду делаем по 3 столбика, 3 воздушные петли, 3 столбика. И так в каждую, в каждую арочку, там, где у нас были воздушные петельки. Там у нас теперь, так скажем, дырочки. И вот в них мы провязываем 1, 2, 3 столбика с накидом, 1, 2, 3 воздушные петли, и снова 1, 2, 3 столбика с одним накидом. И так у нас должно получиться 8 раз. То есть, 8 у нас было столбиков сначала, 8 столбиков во втором ряду мы провяжем, в 8 столбиков, 8 арочек. И не забывайте столбики разделять воздушными петельками. Вначале двумя, а затем тремя. И так продолжаем до конца. То есть, в каждую, в каждую арочку. Вы довязали последний раз 3 столбика с накидом, 3 воздушные петли, 3 столбика с накидом, и у вас идет вот он первый раз. Вы берете, вводите крючок, петельку подъема третью, и присоединяете второй цвет, если вам нужно поменять цвет. Смотрите, делайте это так. Так, ввели вот крючок, и теперь соединительный столбик делайте уже другим цветом. Если же вам цвет не нужно менять, то ничего, в принципе, и не делаете. Я вам сейчас поэтапно покажу, где можно поменять цвет. В принципе, можно было и после первого ряда поменять цвет, но, честно говоря, в принципе, вы увидите поэтапно сейчас, как что делать, а затем уже сами подумайте, где вам менять цвет. Итак, теперь делаем следующую петельку, столбик без накида, и теперь вот в эту арочку из 3 воздушных петелек, то есть, как вы видите, мы вяжем по воздушным петелькам. Мы будем вязать в эту арочку 12 столбиков без накида. Итак, начали. 1 столбик, 2 столбик, 3, сюда же 4, 5, 6. Вяжите плотненько, для того, чтобы все было красивенько. Седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый. Провязали 12 столбиков, а теперь между тремя столбиками с накидом вот здесь вот до конца и следующими тремя столбиками с накидом мы делаем один столбик без накида. как бы соединили нашу арочку. Теперь находим следующие 3 воздушные петельки и в них также провязываем 12 столбиков без накида. Итак, начали. 1 столбик, сюда же второй, сюда же третий столбик, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый. Советую вам вязать ниточками потоньше, так как бабочка у нас такая нежная, как бы хрупенькая должна быть. Если будете вязать толстыми ниточками, будет не так красиво и вот здесь вот где арочки нужно будет провязывать, то там нужно будет уменьшать до, наверное, 10-9 столбиков без накида, чтобы было тоже красиво и аккуратненько. У вас, как вы видите, вот этот наш цветочек, он загинается. Так оно и должно быть, то есть он такой, так скажем, гофрированный, так и должен быть в одиннадцатый, поэтому вы не пугайтесь. Продолжаем дальше. Делаем столбик без накида между вот этими тремя столбиками с накидом, которые остались, и следующими. Теперь снова находим следующие три воздушные петельки, и мы делаем 12 столбиков без накида. Как бы в эту дырочку провязываем, обвязываем ее вот так вот 12 столбиками без накида. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Снова три столбика с одним накидом остались, и следующие три столбика между ними, столбик без накида, один делаем. И вот так нам нужно обвязать все арочки, то есть вот следующие, следующие, так 8. Получается, арочек нужно обвязать по 12 столбиков без накида. Довязывали столбиками без накида каждую арочку. Теперь вводим крючок снова вот как бы между тремя столбиками с накидом одними и вторыми. И теперь присоединяем третий цвет. Либо если вы не присоединяете, просто продолжаете своим цветом, каким вы считаете нужным. Либо можно было бы связать, к примеру, вот здесь, допустим, розовым и обвязать розовым. Но я обвяжу белым, чтобы вам именно показать, я хочу поэтапно, как, так сказать, поменять цвет и вообще, как, скажем так, связать красиво и правильно. В общем, поменяли цвет, обрезаем сиреневый или какой у вас там. И нам сейчас нужно обвязать, то есть мы сейчас каждую петелечку будем провязывать по столбику без накида. Но учтем некоторые нюансы, то есть вот я пончик ниточки, так сказать, ложу на вязание и начинаю обвязывать. Мы обвязываем дугу полностью по краю, в каждую петелечку по столбику. Вот так вот, в каждую петелечку мы делаем по столбику без накида. Но дойдя до столбика без накида, который у нас был между тремя столбиками с накидом, одними и вторыми, вот здесь вот, мы эту петельку не обвязываем, мы ее просто пропускаем и начинаем со следующей петельки. То есть благодаря тому, что мы сейчас бросаем вот эту среднюю, так сказать, петельку, у нас получается красивый краешек. Если вы будете ее провязывать, то у нас, скажем так, слишком много будет петелек по краю, поэтому я, честно говоря, не хочу, чтобы у нас больше оттопыривались вот эти вот, топорщились краешки, поэтому я вам советую, вот этот, опять мы вот дошли до того момента, где у нас столбик без накида между тремя столбиками с накидом, одними и вторыми. Вот я снова пропустила этот столбик, эту, так сказать, петельку не провязала, среднюю, между дугой одной и второй. И у нас получаются вот такие вот красивые, посмотрите, обвязанные краешки, красивые такие получаются в виде цветочка. Вот, снова подошли к месту столбика, мы его пропускаем, бросаем, не провязываем. И продолжаем дальше провязывать столбиками без накида в каждую петелечку, провязываем по столбику. Посмотрите, как красиво получается обвязанные краешки, особенно если перед этим был темный цвет, а сверху на него светлый, или наоборот. То есть очень красиво смотрится, очень гармонично. Снова подошли к тому моменту, где у нас вот петелечка по серединке лепестков, мы его бросаем и продолжаем дальше провязывать. Все очень получается аккуратненько, красивенько. Вы потом вот эти, если вы точно так же вязали трехцветную бабочку, то вы потом вот эти кончики спрячете красиво иголочкой или крючочком тоненьким. Вот снова подошли к тому моменту, где у нас петелька, снова ее пропускаем с предыдущего ряда столбик без накида. И продолжаем обвязывать дальше. И после того, как вы попрячете кончики, все красивенько, так сказать, уберете с внутренней стороны, с изнаночной, получится очень-очень все аккуратненько и красивенько. Итак, в общем, продолжаем обвязывать все восемь, так сказать, лепесточков нашего цветочка. Еще раз повторюсь, если они у вас загинаются, вот как у меня, вы видите, то есть они такие, как получается, как гофированные, что ли. В общем, оно так и должно быть, не пугайтесь. Благодаря тому, что они сейчас попорщатся, у нас бабочка будет выглядеть очень красиво. Мы ее будем слаживать, но она будет очень красиво выглядеть в итоге. В общем, да, обвязывайте арочку самостоятельно. Я думаю, что здесь труда не должно составить никаких вопросов. И мы с вами продолжим. Делаем соединительный столбик красиво. И можете даже два сделать вот так вот красивенько. И вытягиваем ниточку, обрезаем. Вот этот кончик, как и все остальные, мы выводим на изнаночную сторону. И вот, как вы видите, я попрятала предыдущие кончики. Все красивенько, аккуратненько. Точно так же и этот выводим на изнаночную сторону. И где-то в таких вот, так сказать, тайных, невидимых в глазу местах, вот так вот под ниточки прячете. Красивенько. Можете тоненький крючок взять. Вот я всегда тоненьким крючком прячу. Хотя многие, я знаю, иголочкой прячут. В общем, если вам удобно иголочкой, можете попрятать иголочкой. Но иголочка, честно говоря, требует отдельный расход ниточек. То есть, если у вас ниточка длинная, вы обязательно должны длиннее обрезать для того, чтобы вдеть ниточку в иголочку. В общем, вот обрезали, попрятали кончик. У нас получился вот такой замечательный цветочек. Теперь мы этот цветочек сворачиваем как бы пополам. Вот так вот. То есть, он у вас до четырех, так сказать, лестниц с одной стороны, четырех с другой. Вот эти четыре пополам и слаживаете. Вот, как вы видите, у нас уже получилась, так сказать, основа бабочки, крылышки. Красивенько все довольно-таки получилось аккуратненько. Я думаю, что у вас тоже получилось все красиво, аккуратненько. Как вы видите, если вязать несколькими цветами, то получается так гармонично. Если вы вяжете двумя цветами, то можно где-то здесь, либо после первого ряда, или после второго поменять один цвет и таким же цветом сделать, как бы, окантовочку. И нам осталось всего лишь сделать туловище для нашей бабочки. То есть, я беру коричневый цвет. Вы хотите, возьмите более темно-коричневый, либо хотите один из цветов, состоящих в бабочке. В общем, я вам показываю все равно четвертым цветом. Итак, делаем 8 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Почему я сказала именно 8? Я просто предположила. Нам нужно набрать такое количество петелек, высоту воздушных, чтобы у нас закрыло вот здесь вот начало, так сказать, промежуток крылышек, и по верхушку крылышек. То есть, вот смотрите, вот получается, вот туловище. Вот, в принципе, я угадала 8. Можно даже одну петельку распустить, 7, допустим, сделать. Вы померяйте, сколько вам нужно, наберите столько, сколько вам нужно. То есть, вот у меня 8 высота петелек, то мне достаточно 8. Если у вас 10, то значит, так тому и вы. Набираете высоту, а теперь набираете 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть, как бы продолжаете от того момента высоты туловища, допустим, у меня это 7, у вас может 6, 10, ну, как бы, сколько у вас нужно. И дополнительно еще к тем петелькам 6 воздушных петель. Во вторую петельку от крючка вводите крючок и делаете соединительный столбик. И так 5 раз. Вводите соединительный 2, вводите соединительный 3, вводите соединительный 4, вводите соединительный, делаете 5. Теперь снова от момента крючка, не довязывая до конца, набираем 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И снова во вторую от крючка соединительный столбик. Это 1, затем 2 раз, 3 раз, 4 раз, и 5 раз. Введите, так сказать, в пятую, получается, петельку, и вот сюда вот в основу. Ну, то есть, вот сюда и в основу вот этих 5 петелек. Делаем соединительный столбик. И, как вы уже поняли, вот эти по 6 петелек, по 5 провязанных, это усики нашей бабочки. И продолжаете теперь, так сказать, до конца тельца провязывать. Хотите, можете столбики без накида, но я, честно говоря, люблю соединительными столбиками вот так вот провязывать. Мне больше нравится и туловище, больше получается, красивее, и пришивать потом не составляет никакого труда. Очень легко и просто. Вот, соединительными столбиками провязываете. У меня это 7 петель, у вас может быть, допустим, я еще раз повторюсь, может 10, может 6. И делаете воздушную петельку. Обрезаете ниточку так, чтобы вам можно было пришить туловище. Остальную ниточку убираете. Вот эту ниточку, которая у вас коротенькая при наборе петель, вы можете спрятать где-то сзади, ну, то есть, чтобы она вам не мешала. Можете таким вот, как я вам уже говорила, ключочком тоненьким. И сзади вот так вот между петельками и ее попрятать. Вот так вот, буквально пару стежочков, чтобы она вам не мешала этой ниточкам. Маленький у меня не захватывается. У него такая мелкая детальная. И так, в общем, один стежок, и где-то рядышком второй стежок. Я обрезаю ее, она мне больше не нужна и не мешает. И так, в общем, если у вас все не так идеально, как у меня, то вам нужно прогладить. Ну, то есть, вот этот момент. Если, в принципе, так, как у меня, я считаю, что более или менее хорошо, выдеваем ниточку, вот этот остаточек для пришивания в иголочку. И мы будем сейчас пришивать. А пришивать мы будем таким образом. Сложили бабочку нашу пополам. Хотите, можете сразу отутюжить ее красивенько, через ткань какую-то, то есть придать ей такой, скажем так, нежный вид, тоненький такой, скажем так, проглаженный, ровненький. Ну, в принципе, честно говоря, я пробовала и отутюжить сначала пришить, а потом наоборот. В общем, результат получается одинаковый. Итак, сложили пополам бабочку и начинаете пришивать. Первый стежок я всегда делаю сквозь, вот так вот, посерединке, сквозь два, так сказать, два крылышка, вот так вот, днище я сшиваю. А затем такими вот наметочными швами легкими, вперед иголкой. Хотите, можете как-то особенно пришивать. Я не заморачиваюсь над этим моментом. В общем, вот так вот красиво сшиваем две части нашей бабочки, чтобы она у нас не раскрывалась, не топорщилась. И вот здесь вот пришиваете, так сказать, делаете стежок в сторону усика одного и делаете стежок в сторону усика второго. решили нашу бабочку. Теперь еще раз повторюсь, хотите, можете отутюжить, чтобы она красивенько так выглядела. Но у меня получилось довольно-таки аккуратненько. У меня ниточка мягенькая, поэтому она получилась очень даже аккуратненькая. Вот как вы видите, она такая вот объемная, не просто как аппликация, а объемная. Ниточку с иголочками прячем где-то в серединке и обрезаем. Мне она больше не нужна. Как вы видите, с задней стороны тоже все довольно-таки аккуратненько. С передней стороны я вам показала разными цветами, как она поэтапно выглядит. Если хотите, еще раз повторюсь, можете сделать однотонную, двухцветную, можете цвет туловища сделать под цвет бабочки, допустим, вот если сиреневую или розовую. То есть как считаете нужным. Я надеюсь, что вам мой видео урок понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем красивых бабочек. Пока-пока.